Праздник для приемных мам пап и их детей устроили в театре оперы и балета. На спектакль «Стойкий оловянный солдатик» пригласили 320 замещающих семей. Как такие события помогают приемным родителям, узнала Анна Братушкина. Алиса знает. Когда она была совсем маленькая, то жила с мамой Олей. Но из-за аневризмы женщина умерла. Поэтому теперь Алису растит другая мама – Алена. А еще есть папа, сестренка, кошка и собака. В общем, полноценная счастливая семья. По-разному бывает. Но, конечно, у нас очень теплое отношение мамы с дочкой. Это в первую очередь то, что мы ценим, бережем то, что для нашей семьи является приоритетом. То есть мы не отстраняемся. У нас есть еще один ребенок в семье. Поэтому все дети равны и все должны, наверное, получать любовь, ласку, заботу. Дарить любовь и заботу всем детям – девиз любой приемной семьи. Каждый год для них в Новосибирске устраивают праздник. В этом году замещающие семьи пригласили на спектакль «Стойкий оловянный солдатик» в театр, опера и балета. Праздничных дней у таких семей, учитывая огромное количество забот, не так много. И не так часто, как раз в силу того, что они имеют много детей и ребятишек разных возрастов, не всегда они имеют возможности пойти в какие-то веселительные заведения или культурные заведения. Поэтому, конечно, мы стараемся, когда проводим такие праздники, помимо общих обычных поздравлений, мы стараемся сделать для них праздник. Потому что там есть всякие герои сказки. Они показывают, и кажется, что интересно. На праздник «Добрые сердца» пригласили больше трехсот замещающих семей. Собственно говоря, таким образом показать жителям города Новосибирска, Новосибирской области, что, во-первых, этот вопрос сегодня с повестки дня не снят, к сожалению. С другой стороны, что есть люди, которые взяли на себя дополнительные обязательства, но при этом не менее любимые дети пришли в их семь. Многие приемные мамы и папы воспитывают по трое, пятеро и даже семеро детей. А когда они вырастают, родители готовы вновь дарить любовь малышам, оставшимся без семьи. Анна Братушкина и Денис Савинский. Новосибирские новости. Новосибирск. 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 Новосибирск